всем привет итак количество просмотров на мой видеоролик обзор о новой бета-версии linux mint 18.3 достиг тысячи просмотров ну это означает лишь только то что по каким-то причинам он оказался для пользователей любопытным ну что я могу сказать если пойти в комментарии то здесь их можно увидеть довольно таки много на самые различные темы самое главное то о чем я всем всегда и говорю что никогда не нужно гнаться за самым последним из новых linux mint of да за любым линуксом на потому что всегда потом начинает возникать самые различные бяки кряки я называю их раскоряки то есть гонка за новыми версиями не приносит никаких улучшений вот я одному пользователю написал что у меня linux 17.2 работал как часики и работает 17.3 значит естественно бак плохо ставился там пришлось делать некоторые ухищрения 18 значит появилась мельтешение то есть понимаете не всегда самое новое означает самое хорошее всегда нужно соблюдать разумную скажем так середину брать работающую версию устанавливать на нее все свои программы если они работают делает делать ее основной ну вот покажу вам просто на примере вот а все основные программы ну а кто вам скажем запрещает мешает там их там тестировать проверять там настраивать под себя смотреть какие там есть новые особенности и так далее никто же вам не запрещает просто не нужно удалять основную систему на которой вы работаете я даже винду держу под парами на только из одной программы там а я будет значит который позволяет делать мульти загрузочные флешки пока ее автор значит там не сделает ее доступны для linux а вот а так вот 18.2 у меня все программы значит настроены работают а дальше вот у меня стоит и pc linux kde и антикс и дебян девятка стоит ярч мерч стоит для суси место подготовлены еще пока не делал федора и еще для двух операционных систем местечко есть то есть никто вам никакие эксперименты делать не запрещает но не нужно если там что-то там вы встретили воду взять полностью диск очистите на него ставить систему ну и зачем возьмите сделайте резервную копию сохранить ее на внешнем жестком диске чтобы пошло не так восстановились а если вы сдуру по неопытности посмотрели видео понравилось взяли все начато снесли ну и что потом ой 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 никогда так делать не нужно поэтому я рекомендую дальше по вопросу значит о сборках вот посмотрите значит значит у меня на сайте если пробежаться вниз вот крок идете на крок значит на сегодняшний день и до двух тысяч двадцать первого года я по линукс минт сделал свои сборки вот и цинамон и кеды и мэйт и икс фейс нравится можете пойти даже взять мою золотую сборку вот линукс минт 17.2 цинамон это у меня вообще как часики работала дальше можете скачать любую из них можете все можете всех попробовать что лучше работать на вашем железе и ее установить и у нас и у вас она будет работать до двух тысяч двадцать первого года дальше а вот я там не люблю когда там кто-то там за меня там мои программы там настроил сделал а это не для вас господа и сделано тот кто любит устанавливать и настраивать программы сам ну и делайте это в свое удовольствие а сборки сделаны для людей повторяю у которых нет времени со всем этим храмом разбираться они взяли скачали сборку посмотрели ага зашли в меню зашли в интернет так поглядели дайте мне секундочку ну вот допустим почтовый клет сандробет он мне не нужен правой кнопочкой удалить нажали парольчик у меня по умолчанию во всех сборках единичка все программа удалила если вы не пользуетесь программами там для записи для редактирования там аудио файлов удаляйте вот эти вот все зато программы которые у вас вызывает трудности допустим систем баг там виртуальная коробочка qt5 фс архивер и по каждой из них вы можете найти на моем сайте пожалуйста значит вот идете в программы идете там допустим резервная копия смотрите нажимаете на систем баг и начинаете вникать в тему что такое программа систем баг зашли в qt5 фс архивер тут и qt4 есть и qt5 и так далее просто знакомитесь с программой вот и все то есть на сайте все есть не нужно просто напросто лениться что то интересно взяли и посмотрели причем практически вот в каждой сборке вот смотрите нажимаю на ценамон ценамон сделан двух вариантах значит с подключением вайн и без и по каждому из них вот идем сюда по каждому из них есть даже видео то есть вам даже не нужно искать по интернету там что там где и как все у вас под руками зашли сюда тоже без вайна безо всего но у вас обучающее видео есть пароли есть поэтому значит вот я хочу значит разделить вот категории пользователей скажем так на несколько групп первое люди у которых нет времени значит озадачиваться всеми этими вопросами о которых значит ну посмотрели видео им понравилось они хотят опробовать пожалуйста берите ставьте и пробуйте все и как удалять ненужные вам программы значит я вам уже показал вот удалили программу вот стоит Ubuntu Cleaner я его называю пылесосиком вот зашли сюда посмотрели ага вот чем там какой-то мусор он нашел взяли нажали удалить цели парольчик там у меня это единичка вот он вам все это дело почистил удалил пишет здорово ваша система чистая все и не надо больше никаких песен но если кто-то рукастый головастый который там вот любит сам все делать и вот он начинает мне писать а вот зачем вы как на новогоднюю елку там как гирлянды там вешаете программы так далее отвечаю всем и сразу программы поставлены для большинства пользователей наиболее употребительные наиболее употребительные программы которые предназначены для пользователей которые выразили к ним интерес если вам по каким-то причинам что-то не нравится ну вот по крайней мере но в ценамоне но это так просто ну не нравится вам ну зашли ну взяли вот любую программу просто вот взяли удалили вот не понравилось вам простое сканирование ну вот взяли нажали на нее там удалить нажали там еленичку нажали окей и все и привет почистили пылесосиком но зато вам не нужно будет времени на установку и настройку вот этих вот программ программ которые делают надежные копии вашей операционной системы при помощи которых вы можете их сохранить не только на данном разделе жесткого диска но и на любом другом разделе и на внешнем жестком диске и даже на облаке программа которая позволяет создать живой изообраз сейчас пожалуйста хом нажали допустим вот образ 1 создан 3,7 гигабайта ну это мои программы там со всеми настройками так далее вот но тем не менее то есть вот понимаете как иногда думаешь а что проще или установить с нуля и начать все это дело делать но если нет опыта то лучше вот сделать вот так взять установить сборку и затем из этой сборки повыкидывать то что вам не нужно но по крайней мере вот эти вот базовые программы архиваторы допустим виртуальная коробочка систем баг так они то настроены варите настроена многие программы настроены вам голова не боли а то что не нужно берите и выкидывайте причем на планке вот правой кнопкой мышки нажали нажали открепить от панели и все и значок исчез если вы хотите его на панели пожалуйста ищем там этот самый калькулятор давайте посмотрим вот запустили его прикрепили к панели закрыли значок взяли и передвинули обратно на то место которое вы хотите для него иметь вот и все то есть не нужно недооценивать труд авторов сборок почему потому что многие программы которые у пользователей вызывают какие-то определенные затруднения а вот они были взяты и настроены авторами ну хотите вы покопаться да ради бога а кто вам мешает берите скачивайте официальный дистрибутив настраивайте его тратьте там свое время и так далее а если у вас этого времени нет если вы так сказать вот нормальный пользователь взяли там скачали сборку поработали на ней там недельку-другую посмотрели а вот мне это не надо да вот сразу раз сюда и удалили то что вам не нужно это же просто делается все и песен больше никаких нет понимаете как поэтому значит вот я рекомендую относиться к авторским сборкам вот таким образом что если у вас нет достаточного опыта а вы хотите получить все готовое и из коробки чтобы все работало потому что у меня допустим вот здесь вот программа для записи с экрана она работает подсоединил значит программу выставил там настройки только микрофона там заскочил поднастроил настройки звука у меня внешний микрофон поэтому значит вот здесь вот я вот вот так вот сделаю ну а у вас придется там покопаться поползать как там что поднастроить и все но вы можете записывать с экрана и так же по любой программе а не нужно взяли и удалили но базовый набор он допустим вот эти вот программы ну так они для вас уже сделаны настроены поэтому я значит рекомендую всем таким образом для пользователей у которых нет времени там на установку на настройку на подгонку и так далее пожалуйста пользуйтесь авторскими сборками это вам сократит время а если значит у вас губа оттопырина и вы считаете себя там на семь пядей во лбу и думаете что там вот вы можете что-то там супер сделать а кто вам мешает берите и делайте присылайте мне свои сборки и я с большим удовольствием ваши сборки размещу почему вот посмотрите у меня значит вот главная страница да и у меня значит вот здесь вот есть все ссылки авторских сборок можно посмотреть на странице нашего форума пожалуйста и сюда включены ну ладно там сборки меня любимого сборки Сергея Тимченко причем посмотрите 32 битные сборочки есть для слабых компьютеров сборки Василия Козельского детсады и школы человек такую уйму времени в них впихал и столько всего вложил что описать трудно ну он использует эти свои сборки для установки в детсадах в школах в колледжах и других учреждениях вот таким образом не смотрите так вот что смешно выглядит там для детсадов для школ их можно использовать и для колледжей для учреждений Василий очень талантливый человек пожалуйста Александр Клич сборки есть значит у него на Яндексе на Меге тоже ну умничка большая канал у него есть собственные на трубе и сборки все классные зайдите посмотрите что-то вам понравится есть сборки других авторов Андрей Шинько ну это же вообще это песня вы посмотрите 2 тысяча девятьсот шестьдесят три перехода по ссылкам на его сборки о чем это может говорить о том что человек извиняйте уж за выражение ну поработал причем определился его значит интерес ему нравятся сборки ему нравятся арч там арчи подобные системы вот он чего по ним сделал то вы поглядите а я помню как мы начинали он живет там черти знает там на каком-то там удаленном островке там ой уж не помню там ну принадлежит португалии а назорских островах русскоязычный человек увлекся линуксом я помогал ему помнится мне ставить линуксминт ну у него вкусы значит такие что ну понравился ему арч ну и что ну так вы поглядите можно зайти к нему на его канал посмотреть его видеоролики ведь вот на сайте еще раз повторяю это показал сборки а вот посмотрите авторские видео авторские видео на трубе идем сюда пожалуйста ищем где у нас значит а гоград вот шинько португалия азорские острова вот его канал вот видео можно посмотреть какие видео он недавно поставил и посмотрите вот полтора тысячи у него просмотров тысячи просмотров то есть человек буквально вот начал там полгода год назад там или два ну с тем и определился со своим стилем определился делает прекрасные видеоролики и я с удовольствием представляю его ролики как говорится там на своем сайте и всегда можете на них как говорится там попасть и посмотреть очень хорошие делает видеоролики вот таким вот образом то есть понимаете как со временем появляется значит ну скажем так люди единомышленники которые работают примерно ну скажем так в одном и том же направлении ну у меня привязанность больше к Минту потому что я считаю что у него больше возможностей но это мое личное мнение и я свое личное мнение никогда не ставил скажем так во главу угла но я сказать уважаю и другие мнения и поэтому здесь представлены значит вот допустим сборки людей которые делали сборки именно по своему вкусу а вы можете выбрать вам не нужно голову ломать вы можете взять посмотреть несколько авторов выбрать из них допустим и тот рабочий стол и то что вам нравится по своему выбору и примерно уже с этой операционной системы с этой среды рабочего стола уже дальше начинать свои там дальнейшие там усовершенствования и так далее ну а кто же вам мешает вот чем речь то есть отношение к авторским сборкам у вас должно быть вот примерно таким причем на сайте у нас выложены сборки людей скажем так которые проверены которые вам скажем так в силу своей порядочности они вам туда ничего плохого не засунут это важно вот значит для чего все это дело делается переход на линукс бывает не совсем прост ну некоторые чего то там не понимают чего то недопонимают я допустим вот в основах сделал специальные уроки для начинающих всего лишь 5 уроков вот после этих 5 уроков любой нормальная нормальный человек будет просто напросто способен поставить себе линукс и им пользоваться 5 уроков простая программа для тех кто мне будет задавать скажем так вопросы и я увижу что ну человек вообще по нулям я буду ему просто присылать вот эту ссылочку основы уроки вот пусть человек их просмотрит и после этого только я начну с ним говорить чтобы не терять свое время чтобы не объяснять допустим человеку то что было сказано показано и разжевано во всех вот этих вот уроках уроки небольшие ну судя по тому как пользователи отписались довольно таки понятно и многим они понравились вот дальше опять таки поползайте по сайту внимательно прежде чем задавать вопрос поглядите многие ваши вопросы на них уже ответы то были даны перед тем как задавать вопросы ну зайдите на сайт ну просто напросто ну не поленитесь но посмотрите вот поиск есть нажали там и поглядели завели там свое слово если нет ответа ну тогда ищите по сети ну ладно значит дальше вот авторские видео опять таки повторяюсь иду сюда еще забыл одного очень хорошего автора значит Андрей Овчаров человек двуязычный делает видео на русском и на украинском языке пожалуйста нажали сюда попали на видео на русском языке понимаете на украинском идете на украинском Исмаил ну тот правда давно уже не писал видеоролики давайте-ка посмотрим Ленин Цитани 3 месяца назад все-таки что-то такое там нарисовал вот тоже очень талантливый человек он русскоязычный приехал в Турцию живет в Анталии ну опять-таки большой любитель арч линукса вот Сергей Тимченко ну это наш бессменный скажем так администратор сайта вот который вы сейчас смотрите то есть все вопросы как говорится по сайту все вопросы безопасности это целиком и полностью лежит на нем очень молодой человек в кавычках ликвидатор аварии Чернобыля очень крепкого здоровья в кавычках несколько раз вот недавно в больничке лежал тем не менее находит и силы и время чтобы поддерживать сайт в исправном состоянии ну а что сказать про такого человека ну честь и мы хвала без него бы я был бы как без рук Олег Стогнев пожалуйста это умничка большая и у него специальный интерес кто увлекается играми вот всем к нему сюда это уж как говорится по большинству из игр у него значит здесь можете найти значит массу информации естественно он делает видеоролики и по другим темам но в плане игр значит тут я считаю что он на этой теме скажем так специалист что-то у вас вопросы есть по играм обращайтесь к нему Андрей Шатохин ну уж казалось бы человек который там для винды там кучу чего все сделал у него там масса подписчиков масса всего тем не менее человек не побрезговал решил разобраться что такое линукс как с ним там работать поставил несколько там сборок и так далее то есть понимаете я всегда уважаю людей которые не отрицают а проверяют вот ну про Александра Клича значит вам уже говорил значит тут ну скажем так вот его канал вот его значит видеоролики значит автор он скажем так ну может быть и начинающий там не очень-то много просмотров но тема которая затрагивает очень такие вот актуальные и я вам хочу скажем так как его отрекламировать почему потому что то что он делает и как он делает ну скажем так я бы очень бы многим порекомендовал бы у него поучиться делает он хорошо делает он отменно там видеоролики ну вот у меня тут сетью опять проблемы возникли одну секунду дайте мне я сейчас нахожусь на очень медленной сети у своего знакомого поэтому интернет здесь крайне медленный но тем не менее значит посмотрите его ролики значит александр клич обладает удивительной способностью объяснять просто русским языком многие вещи это не каждому дано именно просто и нормальным русским языком поэтому всем могу его очень и очень даже порекомендовать понимаете вот все то о чем я говорил появятся новые авторы появятся новые авторы сборок да ради бога и появляйтесь и как говорится работаете и все сделано для людей говорящих на русском языке я не делю тут там там русский там украинец там казах татарин говорите на русском языке понимаете русскую речь ну вот для вас этот сайт и сделан все и канал для вас сделан чтобы вам было легче освоить скажем так линукс с вопросами там обратиться да вот допустим на форуме пожалуйста посмотрите вот имеется последнее обсуждение там как установить там шеон линуксмин там аутентификация там принтеры как кроме и так далее ради бога зашли зарегистрируйтесь и в отличие от других форумов где вам могут в самой наглой форме сказать а там тебе уже там пятьдесят шестьдесят лет иди покупай пульт управления телевизора и смотри телевизор вот мы такого хамства не терпим таких значит любителей отвечать скажем так грубо и непристойно мы просто-напросто убираем с форума если человек обратился на форум с нормальным вопросом ну так ему и постарается нормально ответить вот были кстати очень хорошие отзывы о форуме и люди писали что я вот там на двух там на трех форумах там был меня послали куда подальше а вот только на вашем мне там нормальные по-человечески ответили и так далее то есть понимаете важно отношение к людям в линуксе да и вообще по жизни у меня такое отношение я всегда отношусь как-то скажем так независимо к возрасту там к полу там к религии да ко многим там параметрам да даже к сексуальным предпочтениям да ради бога если говорим о деле делаем дело вот и все поэтому значит я вам просто рекомендую значит вы скажем так как говорится по-русски то по форму то поползайте по сайту поползайте посмотрите ознакомьтесь со структурой там как что к чему посмотрите вот два главных видеоролика на сайте там как пользоваться сайтом это мой основной видеоролик установка практически ну я писал линукс менценамон но практически все элементы отсюда вы можете взять для установки настройки всех линукс минтов 18.2 да не только 18.2 практически любого минта ну от сборки к сборке там от 17.2 17.3 18 18.1 на 18.2 конечно там нюансы будут меняться но основа будет оставаться та же та же а нюансы ну нюансы будете смотреть уже в зависимости от версии ну а здесь я хочу отдать дань своего особого уважения леву белкину из берлина ну это мой очень хороший знакомый значит и вот он вроде бы и не делал не видеоролики не сборки но я делал видео свои беседы с ним вот таких роликов значит вот можете посмотреть как они называются значит первый ролик второй здесь значит мы говорим о замене курения и переходе на электронные сигареты и вот здесь вот очень его хороший ролик о линукс операционных системах он об арч линуксе очень интересно и много говорит было к нему значит там много вопросов и так далее умнейший человек значит то есть вот понимаете как не только люди которые делают видеоролики не только люди которые делают сборки но даже просто люди которые могут понятно и внятно рассказать и объяснить некоторые особенности линукс систем их отличие от других операционных систем они могут дать массу полезной информации вот посмотрите его последний ролик здесь он говорит об арч линуксе набрал 2840 просмотров это немало значит опять таки могу значит вот еще раз его скажем так прорекламировать скажем так по-русски ну умнейший человек и наиприятнейший собеседник поэтому значит рекомендую посмотреть значит вот и поискать его там в видеоролике название их видите значит можете их завести в поисковой строке значит очень много для себя полезного узнаете вот такие вот люди значит составляют скажем так основу основу сайта на котором вам дается информация о том что такое линукс там как его поставить использовать и так далее то есть это плод коллективного творчества людей которые значит не поленились пожертвовали своим как говорится временем и дали вам самую необходимую информацию и поэтому относитесь с уважением к тому что они сделали потому что эти люди значит ну во-первых они имеют опыт а если какой-то там Вася из Козельска сидя и ковыряя в носу там начиная там свои значит мысли написать в комментариях глупые ну я эти комментарии просто удаляю потому что здесь принимаются комментарии только по делу и о том о чем говорится в данном видеоролике ну и естественно я навсегда удаляю комментарии скажем так оскорбительного характера вот ну ладно значит вот самое основное я вам дал об авторах вот таким вот образом ну ладно самое главное то что я хотел сказать в этом видеоролике о том что у вас должно быть скажем так нормальное отношение к авторским сборкам авторская сборка это работа автора причем работа может быть один процент которой вы только видите уже в виде конечного скажем так результата когда получаете ссылку по этой ссылке идете и скачиваете готовую сборку уважайте труд автора люди это делали не для себя что думаете в моей сборке мне что ли нужны господи да я их закрытыми глазами могу себе на день по двадцать штук ставить сделано все это для людей вот попали на левых смен вот до двух тысяч двадцать первого года то есть практически четыре года у вас система будет скажем так есть такое смешное русское слово не функционировать а я всегда смешно говорю фуциклировать четыре года будет фуциклировать у вас вот эти вот сборки то и берите их гоняйте в хвост и в гриву там переиначивайте переустраивайте а кто вам мешает кто вам мешает подстраивайте все под себя основа то главное вот она ну вот ну ладно желаю вам всего значит доброго всяческих успехов и удач значит и рекомендую значит во первых авторов и видеороликов и сборок которые представлены на сайте посмотрите посмотрите ознакомьтесь с ними и с тем трудом который сделан для кого да для вас что думаете там автором эта ошибка там нужна ну автор ну че он взял под себя там сборку сделал настроил он потом их и десять и двадцать их сделает а делается это все для людей кому не нужно ну пропускайте это мимо и не пишите там свои гневные там панфлеты что вот значит вот я скачал я сам настраиваю да бери и настраивай ну кто же мешает а для людей у которых нет этого времени там особого а может быть даже желания ну так вы то этим то людям то не мешайте ну ладно всего доброго и до новых встреч до свидания